Приветствую вас. Если говорить в общем, то вы со своим молодым человеком общаетесь на разных языках, вы общаетесь с разных позиций, вы общаетесь с разных абсолютных точек зрения, вот. И, на мой взгляд, Ольга, ваша презентация текста и презентация категории текста как семейных отношений, на мой взгляд, является несколько преувеличением, в том смысле, что вы выдаёте скорее желаемое за действительное, ибо семейных отношений у нас нет, ну хотя бы потому, что вы не пара, да, то есть вы не семейная пара, вы просто встречаетесь, но вы не, значит, вы не семья, вы не женились, вот. Поэтому семейными отношениями ваши отношения назвать нельзя. Это первое. Ну, второе, совершенно очевидно, что вы живёте в разных мирах, мужчина в своём и в своём. Совершенно очевидно, что у вас по большому счёту на данный момент складываются чисто гендерные отношения, то есть это чистое отношение мужчины к женщины. Вот. Совершенно очевидно, что каждый из вас тянет своё дело на себя, и, соответственно, поскольку именно вы обращаетесь к нам за помощью, то основной упор, естественно, делается на вас, а не на молодого человека. В принципе, мой коллега Кудрячёв Игорь Леонидович достаточно точно, лаконично и полно раскрыл ваши проблемы. Если хотите решать, то, в принципе, данный эксперт чуть ли не дорожную карту вам составил, для того, чтобы вы могли, двигаясь по ней, добиться, в общем-то, всего того, чего вы хотите. Я же, со своей стороны, наверное, пройдусь по вашему тексту, вот, и постараюсь обратить ваше внимание на какие-то такие более локальные вещи. Надо не повторять того, что сказал мой коллега, но, так или иначе, с ним я, наверное, всё же буду пересекаться, потому что, ну, здесь достаточно всё однозначно в некоторых моментах. Наконец, прежде чем начать, хотелось бы отметить ещё такую характерную, достаточно, черту, как инфантильность. Ваша инфантильность в том, как вы воспринимаете, ну, отношения, как вы воспринимаете своего мужчину, и то, как вы относитесь к себе. А также вы говорите о том, что у вас нет проблем со наценкой, но при этом мужчине вы чувствуете себя не нужно, чувствуете себя изгоем. Вот как бы человек, который, у которого нет проблем с самооценкой, может чувствовать себя изгоем и чувствовать себя неценным кому-либо, ну, для меня это за загадкой. Ведь ценность человека для какого-либо определяется его собственной ценностью, а не тем, как воспринимает его другой человек. Так что, знаете, вот, достаточно сильно бросающиеся в глаза моменты я хотел бы обратить ваше внимание. Хотя, не исключаю, что вы будете с этим не согласны. У меня вопрос про общение в отношениях. Знаете, вот, как вам сказать, здесь сразу возникает вопрос о термин-терминах, которые вы используете, потому что общение, это значит общий. То есть, между вами и молодым человеком должно быть что-то общее, чтобы вы общались. Но общение предполагает, что вас, и не только вас, любого человека, интересует, образно говоря, партнер. В общем случае, вы совершенно не случайно говорите про отношения. То есть, вы не говорите про общение с мужчиной или с человеком. Вы говорите про общение в отношениях. Из чего я делаю вывод, возможно, неправильный, но вывод, что вам важны именно отношения, а не человек. Отношения вам важны по ряду причин. В какие это причины? Важно выяснить, что вы хотите. Частично вы об этом напоминаете, когда говорите, что вы хотите строить дальнейшую жизнь с этим человеком, но это не совсем, конечно, определенно выглядит. Дальше. Так. Мы с моим человеком в отношениях уже два года, недавно начали жить вместе. Вам обоим по 23 года. Угу. Вам 23, вы начали встречаться в 21. И по факту, получается, что вам в 23 года отношения уже настолько важны, что вы, в общем-то, серьезно за них переживаете. Вот хочется спросить, как дела обстоят с вашей личной жизнью? Не жизнью с мышиной, а личной. То есть, жизнью личности. Вы учитесь, вы развиваетесь, вы стараетесь наладить какой-то профессии, стараетесь стать специалистом высокого класса в своей профессии. Что происходит? Честно, кажется, что, несмотря на длительные отношения, мы живем очень отдельной жизнью. Ну, это нормально. Там еще 23 года люди активно развиваются и личностно себя ищут. То есть, не всегда у 23-летнего человека есть ресурс для того, чтобы, ну, скажем так, претендовать на такие долгосрочные отношения. Начнем с того, что когда мы еще не жили вместе, мне казалось, что нас все хорошо. Оба работали, встречались время от времени и болтали. Сейчас мне кажется, что, наверное, точно мы живем вместе и все должно быть посерьезнее и ближе между нами. Все полностью наоборот. А что значит посерьезнее и ближе? Вот что для вас серьезно? Почему точно между вами это не серьезно? Почему тот факт, что вы живете вместе для вас не серьезно? Во-первых, это его друзья. Он постоянно проводит время, ему нужно по делам куда-то съездить за компанией, машина берет друзей, не меня. А почему вы считаете, что он должен брать вас? То есть это, это ваши представления об отношениях такие или вас это задевает? Или вам хочется? Знаете, если у вас просто представление об отношениях, что вот мой мужчина, он должен брать, когда едет по делам, с собой не друзей, а меня. Да? Если у вас такое представление. То, ну, наверное, вам, ваш мужчина не подходит, потому что у него позиция другая. Если вас это задевает, если вам хочется, то хочется, чтобы он вас брал. Если вы ожидаете того, что он вас найдет, то это вопрос уже ваших собственных ожиданий и внутренних противоречий, с которыми, да, нужно работать. Кстати, это вопрос и про самооценку тоже. Вот нельзя, плохо. Дальше. По Баварию попал, я где-то пятый или шестой узнал, а он узнал. Ну, опять же, здесь у меня такое ощущение, что вы занимаетесь ревновательную позицию. Какая разница, какой вы узнали? Почему вас это волнует? То есть вы не чувствуете себя значимыми. Сами по себе. И своей значимости вы сомневаетесь. Он решил машину купить, с ними обсудил, показал им и я, между прочим, узнаю. Здесь я с вами согласен в том смысле, что речь идет уже о неких таких крупных глобальных покупках, которые, в общем-то, запрагивает, ну, не только его, но и вас. Кто-то он с вами не посоветовался. Конечно, не является чем-то прям таким очень хорошим и не является чем-то таким, ну, таким, позитивным. Конечно же. Конечно же. Но, с другой стороны, вы дальше пишите атом, что мужчина всегда, всегда был таким. То есть он всегда вел себя именно так. И у меня к вам вопрос. А знали ли вы, что мужчина такой? Или вы считали, что когда вы будете жить вместе, например, все изменится? То есть вы считаете, что, вы считали, точнее, что когда вы будете, когда вы сойдетесь, то, значит, мужчина изменится и станет вести себя по-другому. Если так, то мы имеем дело, опять же, с вашими ожиданиями, которые, ну, вы сами видите, не оправдались. И, конечно, я понимаю, что вам обидно, но это также вопрос поднимает о том, насколько вы принимаете молодого человека таким, какой он есть. Вот, потому что, если вы его не принимаете таким, как он есть, то о любви здесь речи не идет. Ну, с вашей стороны. Дальше, так, значит, машину, так, показал им, я, между прочим, узнаю. Ему позвонили, он договорился о встрече, три часа ему не хватает. И три часа ему не хватает, просто сказать мне, Оль, короче, вдруг позвонил, я к педи пойду, пойду куда-то. Нет, просто приходит время, начинает собираться, я такая, в шоке, ты куда вообще? А почему вы в шоке? То есть, вот, почему вы именно в шоке? Шок-то откуда? Если подобное поведение проявляется не впервые. Если человек ведет себя так не в первый раз, то откуда прошлите у вас шоковое состояние? То есть, возможно, здесь именно то самое, о чем говорил мой коллега Кудрычев Игорь Леонидович, о том, что вы хотите все контролировать. Я, конечно, не уверен в этом, безусловно, но вот то, что вы описываете, очень похоже на стремление контролировать своего молодого человека. Потому что для вас является неожиданностью тот факт, что он куда-то уходит, при том, что до этого он вас, значит, ну... до этого он вас не предупреждал, не предупреждал, о том, что делал. Дальше, я себе... да, да, кстати. Состояние шока. Это очень удобное состояние, при котором вы перекладываете, по факту, всю ответственность на человек за то, что происходит. Так вот. То есть, шок, очень такая удобная реакция, удобная позиция для того, чтобы не спрашивать себя о том, а вот почему я так среагировал, почему для меня это стало шоком. Вот. То есть, мне кажется, что вот здесь вам, конечно, надо бы поисследовать этот момент, да, почему шок, откуда шок. Вот. Правда ли вы не знали, что молодой человек может так поступить и так далее. Вот. Следующее. Вы пишете о том, значит, что чувствуете вы себя изгоем, вот, чувствуете вы себя лишним. И это вопрос о том, что вы не ощущаете себя настолько полный живущий, насколько чувствует это молодой человек ваш. Вот. Опять же. Вот. Вопрос о смартфинге. Получается. Получается. Да? Вопрос о смартфинге. Потому что, если бы с смартфингом все было в порядке, вы бы себя так не чувствовали. Давайте попробуем раскрыть ваши чувства, вот то, что вы себя чувствуете изгоем, более, ну, более подробно. То есть, что вы имеете в виду, когда говорите, что чувствуете себя изгоем, что вы в это вкладываете? Какое это ощущение? Это ощущение брошенности, ощущение покинутости, ощущение, может быть, ненужности. Если это так, то с этим нужно разбираться. Опять же, как правильно сказал вам коллега Кудрячев Игорь Леонидович, это ваше ответственность. А вы за это, за это перекладывается ответственность на молодого человека. Дальше. Во-вторых, я работаю три раза в неделю в ночную смену. Он всегда же идет с друзьями куда-то. То на кальян, то боулинг, то гольф. И я ничего против с одной стороны не имею. Я знаю, что это мучка компания. Я знаю, что он не пьет, не изменяет. Но в итоге, проведя время с друзьями, у него нет желания уже идти куда-то со мной. Он предпочитает посидеть, отдохнуть, посмотреть ТВ. И я считаю, каким близкими бы люди не были, так образ жизни и отсутствия общения разручит любые отношения. Ну, для начала я не очень понимаю, как связана ваша работа три раза в неделю с тем, что молодой человек куда-то ходит. То есть, я вот честно, не очень понял эту нечестную связь. Вот. Потому что, ну вы работаете в определенной последовательности. Потому что у вас, если я правильно понял, достаточно много свободного времени. Вот. А молодой человек ходит постоянно с друзьями куда он ходит с друзьями? Куда он ходит? Он ходит с друзьями на боулинг там и так далее, так далее, так далее. Это понятно. Ну, во-первых, вы не ходите с ним и вы чувствуете себя в этом смысле брошенной. Вы ждете его, вы ждете, что он вас куда-то позовет, если я правильно понимаю. Вот. Вы ждете, что он вас куда-то будет звать. Ну, вероятно. Вероятно. Ну, это вопрос, собственно говоря, это вопрос к вам. Да, все, он не хочет никуда идти со мной, но у него нет мотивации. У него нет мотивации, потому что, потому что от счастья вы себя так поставили, вы себя поставили так, что он может позволить себе никуда с вами не ходить. Почему? Потому что знает, что вы, скорее всего, никуда от него не денетесь. Он просто знает, что вы никуда не денетесь. Он просто знает, что вы никуда не уйдете. Он просто знает, что вы все равно будете с ним. Он просто это знает. Вот. И все. И все. И это, опять же, вопрос к вам, почему вы поставили себя таким образом, что человек может так себя вести. Дальше. Какими близкими люди не были, такой образ жизни и отсутствие общения разрушить любые отношения. Смотрите, ну, образ жизни, это, в общем-то, выбирает каждый сам для себя, образ жизни. То есть, я хочу сказать, что дело не в образе жизни, а в том, как вы взаимодействуете по этому проекту. То есть, почему, например, вам не хочется сидеть дома, допустим. Допустим, вам не хочется сидеть дома, потому что вы и так сидите дома, к примеру. и вам, к примеру, больше хочется, ну, какой-то активности, допустим. это можно понять, но вы, по какой-то причине, за эту активность, сами, сами ответственности не несете. То есть, вы хотите, чтобы в этой активности обязательно участвовал и мужчина. То есть, вам нужно, чтобы мужчина участвовал в той активности, которую вы хотите. что до общения, то у него, у общения, ну, как правило, все-таки, должна быть мотивация. Если у общения, мотивации нет, то требовать его, в смысле общения, можно сколько угодно, но бесполезно. Дальше, эм, так, я пытаюсь говорить с ним и спрашивать, но постоянно быть следовательным и устрачиваться мне не по душе. Это верно, это очень верная позиция, то, что вам не предуще спрашивать, вы спрашивать. Но, опять же, вы спрашиваете, вы спрашиваете не для него, не потому, что вам это интересно, скорее всего, а именно потому, что вам это нужно для себя. Кроме того, спрашивать, вы спрашивать, это не совсем та история, которая является конструктивной. для отношений, на мой взгляд, ну, куда более конструктивными, является, например, то, что вы могли бы попросту делиться тем, что вам интересно. Вы могли бы попросту делиться тем, что для вас, к примеру, важно. Но этого вы не делаете, судя по всему, потому что никуда, опять же, не ходится. Знаете, какая штука? Вот получается, что делиться вам особо нечем, потому что вы все время ждете молодого человека. Вот. Копится обиды на него за то, что он ничего не делает для того, чтобы вы проводили как-то вместе время. Вот. Ну и, соответственно, вы оказываетесь в более проигрышной ситуации, чем он, потому что у него есть своя жизнь, а у вас в своей жизни, вот судя по тому, что вы описываете, у вас в своей жизни, ну, больше, в большей степени, нет, чем, чем она есть. Понимаете? Вот. Хотя, конечно, я могу здесь и быть не прав. В своей интерпретации. Сейчас, оборачиваясь назад, я понимаю, что так было всегда. У общих друзей у нас не сильно, он собирался, у меня свои, у него свои, но его это все холостые, ибо каждый вечер гулять, а вот они моего парня, да и он не против. А почему он должен быть против? Это первое. Второе. А у вас, друзья, получается не холостые, раз вы проводите такое сравнение. А, простите, почему тогда ваши друзья не холостые? То есть, вот, ну, именно, почему они не холостые? То есть, они уже обзавелись семьями, они уже, для них уже, ну, для них уже семья является, ну, приоритетом, так получается, что вы хотите сказать. А значит ли это, что для вас семейные ценности являются, ну, таким же приоритетом или как? То есть, вот это, мне, думается, ну, тоже, тоже, такой, достаточно важный момент и серьезный, потому что вы сравниваете здесь, по сути, ценностью. Далее, вы говорите, что он не против, а он должен быть против, по вашему мнению. Если да, то почему? А, такое впечатление, что вы, ну, вот, вам не нравится, что его друзьям хочется гулять. Так вы же молодые, вам всего по 23 года. Я понимаю, что в каждом минуте пространство, но я не хочу быть девочкой, которая вечно, вечно ждет его дома. Дома. Чемнения не принимаются к сведению. Ну, смотрите, вас никто не заставляет ждать дома молодого человека. То есть, ждать его дома, это, скорее, ваше решение, это, скорее, ваш выбор, но это не его. То есть, он вас, я так полагаю, не заставляет сидеть дома, он не говорит о том, что, вот, ты, ну, ты сиди, короче, дома, да, и жди меня. Такой истории-то нет. И получается, что это ваше решение. Это ваше решение и ваш выбор его, ну, ждать. И вот вся тонкость, вся тонкость заключается в том, почему, ну, почему так. то есть, почему вы выбираете его ждать, почему вы выбираете его ожидать, почему вы выбираете его, вот, находиться в такой, ну, по сути, позиции ведомых. Да? Вот. Вот. Вот это, мне кажется, такая, ну, достаточно, достаточно важная история, на которую нужно обратить вам свое внимание. конечно. Дальше. Я хочу, чтобы со мной был мужчина, который ценит меня, желает проводить качественное время вместе, а не просто паразитировать вместе. Ну, с одной стороны, вам нужен мужчина стать с соответствующими ценностями здесь, а с другой стороны, опять же, чтобы это все было, нужно себя адекватно ставить. На мой взгляд, вы ставите себя не совсем адекватно, когда, ну, вот, ведете себя таким вот образом, ну, подобным образом, когда вы себя ведете, мне кажется, что вы ставите себя не совсем, не совсем адекватно, вот, потому что мужчины как бы чувствуют, что вы не цените себя. Вот. А если вы не цените себя сами, то почему он должен ценить вас? Если вы сами не стремитесь проводить время качественно, почему он должен? Я понимаю, что вот, друзья, я не виноват, и у меня один начинает простреливать к ним, начинает размышлять, почему мой парень, проводя больше с ними, не устает от них, но от меня, похоже, он устаёт. Ага, потому что вы интересуетесь в отношениях, очевидно, больше, больше им. Да, с собой, с собой. В отношениях вы интересуетесь больше с собой, а не им. Поэтому он и, собственно говоря, устаёт. Если бы вы интересовались больше им, то он бы ни в коем случае бы не уставал. Вот. В таком, ну, вот, в таком ключе, я полагаю. То есть, это, вот, вопрос, как раз, опять же, с того, как вы, условно говоря, репрезентуете себя в отношениях. То есть, как вы вставите себя в отношениях. Что вам важно в отношениях. Вот, пока что, пока что, я могу сказать, что для вас в отношениях больше важны именно сами отношения, а не молодой человек. Дальше. Так. Опять же, если вы сравниваете и говорите, я не скандален, не читаю аннотации, не ною, я очень женераметный человек, могу помочь перед этим разговором, я на это повесил с другим людям. Это всё не про женственность. Раз, это отчасти про личность, но насколько всё это искренне. Посоветуйте, можно ли применять отношения парня и стать целью ему. Да, для этого вам нужно иметь отношения к себе и начать ценить себя. Мне человек дорог, я его люблю, хотелось бы по своей дальнейшей жизни с ним. Зачем? Вот, и пока что, ваше проявление любви сводится только к тому, что вы от него что-то требуете. Вот, а пока что проявление любви оно к этому сводится только лишь. И на мой взгляд это не совсем любовь, на мой взгляд это больше потребность. Вот. Ага, дальше. У нас очевидно нет никакой национальной связи, потому что он не считается нужным, что именно. Но я точно не хочу быть человеком, который пренебрегает, но и сейчас задумаюсь о прекращении отношений. Ну, вы знаете, вы сами предлагаете рубить с плеча, потому что все-таки два года это время, когда здрасте, влюбленность сходит на нет и когда такое, в роде, кризис. А вот, поэтому вы здесь сейчас тоже, ну, вот говорите, именно говорите, по сути, о побеге. То есть вы как бы хотите, ну, убежать из этих отношений. А вот. А вместо этого, вместо этого можно оставить все как есть, просто заниматься собой, просто делать то, что вам важно, то, что вам ценно. Например, то, что вы, допустим, хотите. Вот. И все, и это гораздо лучшую роль сыграет, чем такой вот, такой вот радикально, радикальный подход, радикальное поведение. Дальше. Так. Я пытался обсудить то, что он мне ничего не говорит. В итоге мне прилетало, да ты выдумываешь, я не могу помнить все, что в тебе доложить, что проблемы он не видит. Но это звучит как обвинение. Вы обвиняете его и пытаетесь от него что-то требовать. Я говорил о времени в проведенном месте. Всегда отвечаю, что он проводит время со мной, что проблемы он не видит. Опять же, это вам не хватает времени. Это вам не нравится, как он проводит с вами время. Понимаете? То есть именно вам, вам не нравится, вам не нравится, как он проводит время с вами. Понимаете? Края штука. То есть, это вопрос, это вопрос именно про вас, вопрос про, ну, про то, как вы себя чувствуете. Это не, ни в коем случае, это ни в коем случае не вопрос, связанный с тем, что делает мужчина, например. Дальше, я пытался найти какое-то общее занятие, например, парень обещает меня уже год научить водить. В последние две недели я постоянно говорил об этом, никогда нет времени, то и желания. Это не общее занятие, это то, что, опять же, нужно вам. Я пытался говорить о том, что мы не обсуждаем наших планов на жизнь никогда, но до этого я пытался поговорить о будущем. Ну, опять же, опять же, вы что-то требуете. То есть, знаете, это специальное требование. Он говорит, что, как, нет, мы же говорим, на самом деле, это его планы на жизнь. Ну, а вы-то свои планы на жизнь высказываете, вы-то свои какие-то соображения выражаете или как? Вот. То есть, понимаете, такое ощущение, что вы во всех этих пунктах просто боретесь за свою значимость. Такое у меня сложилось впечатление, по сути, понимаете, что вы боретесь за свою значимость. Я думаю, что это не действие партнера, который в себе уверен, например. Это не действие партнера, который хочет, ну, чего-то для того, кого он любит, а это действие для человека, который сам очень неудовлетворен. Понимаете? То есть, вот это вот тотальное перекладывание ответственности за то, что нужно вам на мужчину, да, оно здесь, в общем-то, так же проявляется. И проявляется достаточно сильно, на мой взгляд. Дальше, так, значит, я, к примеру, описывал иногда планы на ближайшие месяцы, как можно заработать, отдых и заработать о себе, но я там даже не вспомнил. Опять же, у него тут нет проблем, это я все себе придумываю. Нет, вы себе не придумываете, здесь мужчина, конечно, объяснивает вас по причине того, что вы объясниваете себя. Нет, вы не придумываете этого, правда, проблемы действительно есть, вот, то есть, он вас вообще не видит как партнера. Но это, на мой взгляд, связано с тем, что вы просто себя так вот не поставили, ну, адекватно. Вот, и сейчас, по сути, пожинаете планы, знаете, вот. А почему так? Потому что очень важными были для вас с ним отношения. Я знаю, что у него, у меня нет проблем с самооценкой, я знаю, что привлекаю противоположный пол, мне есть чем заняться без него, есть с кем выйти погулять, есть друзья, чтобы поделиться с чем-то, мне хочется проводить время с ним. Так, проводите время с ним, но для начала спросите себя, почему вам хотите проводить время с ним? Для начала спросите себя, что в это вы вкладываете, то, что вам хочется проводить время с ним? Вам хочется делать его счастливым, например? Если вы хотите делать его счастливым, допустим, то прекрасно, прекрасно, но вы не делаете. Вы, вот, пока что, на данный момент, вы его, ну, не делаете счастливым. Вот. Вы хотите проводить время для себя, вы не хотите проводить время для него. Вот. Я не вижу в этом действие, самом по себе, чего-либо плохого, но мне кажется, что это не искренняя немного история, вот. Потому что, все-таки, ну, я думаю, что мужчина заслуживает. С честностью. Вот. Дорогие эксперты, скажите, пожалуйста, возможно, я неправильно подбирала методику разговора. Ну, исследуйте технику, технику, я в сообщении. Скажу честно, вела спокойные разговоры, и слезы были. А слезы из-за чего? Слезы – это манипуляция. Ну, по сути. Прямо, да как бы я ни говорила, человек закрывается, смотрит на меня с презрениями, отвечает. Что ты от меня хочешь? Какой-либо? Я в лукости отказываюсь. Потом чувствую давление. Мне отгадывается впечатление, что я ему не нужна, что ему страна, что я совершенно не знаю его. Мне хочется знать, что у меня надежные, стабильные отношения. Для чего, Ольга? Почему вам хочется, чтобы у вас были надежные, стабильные отношения? Почему у вас такое желание? Мне кажется, что вы, вот знаете, ваша потребность в надежности и стабильности, она есть. Это правда. Но вы не хотите или боитесь признать, что проблема, потому что вам что-то кажется ненадежным и нестабильным, она только вас. Вы не хотите, вы боитесь или не хотите признать, что эта проблема волнует только вас, что эта проблема не волнует, например, мужчину, потому что он живет другой реальностью. Вот. Понимаете, какая штука? И на мой взгляд, на мой взгляд, это существенно осложняет ваши отношения, потому что это делает вас зависимой. И уже сейчас ваши отношения напоминает именно в большей степени зависимость, чем какие-то свободные отношения, где каждый каждый может быть самим собой. Поэтому мужчины убегают, потому что вы отказываетесь принимать его таким, какой он есть. Дальше. Я знаю, что счастье мне нынешние отношения не принесут. Хочется пытаться в последний раз. Но на нас просто подругалась ценность и представление, не знаю. Ну, все может, конечно, быть. Для этого нужно, очевидно, работать с вами, вот, побеседовать, понять ваши ценности, вот. Потому что ценности это одно, желание это совсем другая история. Именно желание, именно желание это совсем другая история, вот. Поэтому тут нужно исследовать. Тут нужно исследовать, тут нужно работать, тут нужно осматривать, как и что. Вот. И отделить ценности от желания. Ценность эмоционально для человека не окрашена. Ценность это то, что произвольно выбирается в качестве ориентира для жизни. А желание это то, в чем человек очень сильно заинтересован. Так вот, вы производите впечатление именно заинтересованного человека. Заинтересованного в чем-то для себя, а не для молодого человека. И это является проблемой нашего отношения. Вы тянете их одеяло на себя. Что, естественно, очень осложняет процесс взаимодействия между вами. Вот. Главное, не просто более непринужденной быть. И технику я, сообщения, изучить тоже. Вот. Согласен ли я с тем, что вы чего-то боитесь? Согласен ли я, что вам движет страх? Да, вы боитесь остаться одна, вы боитесь неопределенности. Да, для меня это очевидно. Не согласен ли я с тем, что у вас в самооценке все нормальные? Да, я не согласен, потому что я вижу, что у вас в самооценке не все в порядке. Вот. Готовы ли вы работать с этим? Да, возможно. Это возможно. Чего вы хотите от психолога? Все верно, но психологи советов не дают. Разобраться с вашими чувствами, чтобы вы могли более аутентично и отграниченно их выращать? Да, это возможно. Это возможно. Сказать вам, как вести себя с молодым человеком, чтобы получить от него то, что вы хотите, вы сделаете это сами, когда разберетесь в своих чувствах, в принципе. Вот так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.